господа с вами дмитрий и сегодня у меня на обзоре аймакс b6 80 ватт из новых партий с новой прошивкой да да они отличаются немножко старых и скорее всего отличаются не конкретно железом а именно на лизуной прошивки эта прошивка мне больше понравилось значит давайте посмотрим комплект комплект у них не менялся уже очень давно этих китайских реплик стандартная провода для подключения к самому аймаксу провода входа питания с клеммников и набор клеммы на аккумулятор и тут некоторые разъемчики для зарядки и игрушек там и определенных стандартах давайте же зайдем юзер сеттинг и посмотрим настройки и параметры которые здесь есть значит причастаем это время предварительного тестирования аккумулятора здесь установлена как одна минута я его менять не буду значит вы это тайны чарди чардж это промежуток времени между зарядкой и разрядкой аккумуляторов для остывания самого устройства если большие токи здесь стоит одна минута значит сенсивити чувствительность депика в никель металл гидрид здесь все стоит по стандарту то есть я дополнительных настроек здесь не включаю значит температура обрубания выключение устройства вернее выключение зарядки либо же разрядки у меня стоит выключена потому что у меня не подключен датчик и по сути это не надо здесь 79 градусов цельсия если вас подключен термодатчик вы можете включить этот параметр safety таймер таймер защиты после которого после сечения которого устройство само прекращает зарядку или же разрядку я также выключил дабы тестировать аккумуляторы у которых большая емкость и они не укладываются в этот таймер значит дальше емкость по прошествию которой также устройство прекратить зарядку либо же разрядку это тоже важный параметр если вы там определенную емкость знаете хотите засечь чтобы устройство не масла вода тоннельно но также вы не сможете проверить реальную его емкость тоже input power это низшее напряжение входящего при котором устройство будут отключать и сигнализировать о том что ему не хватает питания они он свойствует кей бип это звучание кнопок звук кнопок и базар это пищалка при том когда устройство либо зарядит аккумулятор либо разрядит его либо же произойдет какое-то действие либо же там обрывы так далее то будет сирена пищалка screen saver это новый параметр который здесь был добавлен это в связи с экономия энергии данный дисплей управляет яркость и практически этом тушит до 10 процентов то есть еле еле видно но это сделано для экономии включается он через одну минуту мы также можем изменить этот параметр там поставить больше но мне в принципе достаточно одной минуты при чардж time мы вернулись опять в начало и это в принципе все настройки а теперь давайте перейдем к новому меню значит здесь мы видим литий hv то есть литий high voltage я думаю это новый параметр и под какие типы аккумуляторов я еще не определил его использовать здесь в принципе мы в любом случае также выставляем режим в котором он будет работать это либо зарядка либо балансировка либо charge зарядка также dc hg это discharge после того мы выбираем напряжение выставляем сами и также мы можем выставлять ток и количество секций 2 до 6 секций поддерживать значит давайте перейдем следующий пункт по аккумулятору на 10 никель кадмий как вы уже увидели плюмбу никель металл гидрид литий феррум литий ион литий полимер и литий hv то есть лития в принципе с 4 пункта и заметили что старых версиях нужно было заходить меню выбирать один из видов лития здесь они уже есть все включены digital power digital power мод это но насколько я понимаю этот вариант это я устанавливаю устройство устанавливает об через по входу который будет максимальный для этого устройства то здесь вплоть до 6 ампер можно ограничить его и выбираю напряжение это стандарт 12 вольт у меня сейчас используется хоть и блок питания 2 ампера 12 вольт взял принципе такой параметры поставлю я опущу это значение до двух ампер как мощнее блока питания сейчас мне не нужен да и в принципе давайте покажу вам на примере зарядки литий он их аккумулятор вот у меня литий он с пометкой 1800 миллиампер два магнита я прикрепил это очень кстати удобно их клепят и скрепят на этот клеммники подключу крокодил полярность непутным соблюдаем полярность красный плюс черный минус здесь удобный разъем кстати когда заказываете устройство обращайте на это внимание потому что эти суетливые китайцы могут провод не так воткнуть у вас получится реверс но данное устройство чем хорошо здесь есть такая интересная штука как определение полярность и защита то есть устройство не горит давайте сразу выберу диким датари минус плюс если переверну полярность наоборот не там включу зарядку да я выберу одну секцию меня допустим ток 500 миллиампер здесь у меня автоматом становится полом теру но также можно редактировать не зажим клавишу enter для connection break у меня убивает потому что полярность у меня не соблюдено если поставлю правильную полярность а конечно я подключил не тот разъем пока показывал вот этот разъем не давать я специально перепутать полярность видите сразу причем сразу убивает реверс полярите переверните полярность у вас неверная полярность то есть чек идет даже без запуска устройства вот что удобно и давайте нажму high voltage аккумулятор полностью заряжен не пишем давайте попробуем литье он только дисчардж одна секция ток полом пол ампером и сделаем запуск или аккумулятор полностью разряжен у меня был давайте зарядники попробуем поиграемся с ними вот пошла зарядка все нормально пошло видимо аккумулятор хорошенечко разрядился он долго лежал без зарядки и собственно вот этим вот таким вот образом мы можем кстати также если у вас подключены балансировать выглядит режим энергосбережения отключение уменьшения подсветки дисплея и контрастность если мы активируем вот так вот принципе это и все кардинальное отличие от старых версий прошивки спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал ссылочки будут под видео в описании